такой шикарный пирог два вида начинки го тесто готовим почти и ничего это мука вода и соль изначально он получается очень хрустящим оставил его по салфетка теперь посмотрите какой он мягкий я обязательно хочу показать как он выглядит в разрезе ну а теперь посмотрите какой пирог у нас получился посмотрите ролик до конца и увидите как мы формовали этот слоистый пирог с двумя начинками я надеюсь вам понравится наш сегодняшний рецепт вы будете готовить вместе с нами поехали привет с вами домашняя кулинария сегодня мы будем готовить бесподобную выпечку пирог с двумя видами начинки это у нас будет курица и картошка для начала вот я взяла два куриных окорочка я должна буду отварить курицу можно ее отварить с репчатым луком с морковкой с яблоком после чего мы приготовим начинку с курицей но также нам надо будет отварить картошку ставлю на газовую плиту пока будет готовиться начинка мы приготовим тесто а теперь нам надо приготовить тесто для теста вот мои миски я просеяла 500 граммов муки которую я должна буду обязательно посолить этот рецепт относится к серии рецептов из ничего нам понадобится только мука вода и 100 на 500 граммов муки мне надо будет воды 300 миллилитров воды комнатной температуры я начинаю замес тесто сначала руками затем перейду в замесу теста на столе вот посмотрите какое тесто у нас получилось она очень мягкая чуть-чуть совсем незначительно липнет к рукам а теперь это тесто не оставляя отдохнуть будем делить на части разделю тесто ну вот так разделил я тесто на 7 частей то есть последнюю четверть я пополам не делила ну и вот эту большую часть сначала вот так вот закатаю в колобок но и закатаю также все остальные 6 равных частей вот так все собираю к центру и соединяю внизу вот такой вот шарик у нас должен получить ну вот такие колобки я закатала а теперь не оставляя тесто отдохнуть я должна буду их раскатать диаметром приблизительно 15-20 сантиметров ну вот в такие полосы мы должны будем их раскатать ну вот и последний колобок я раскатываю раскатываем с минимальным количеством муки можно вообще не использовать муку вот так вот все я раскатала а также я приготовила немного растительного масла и будем складывать пласты друг на друга между ними смазывая масло для этого я беру емкость можно взять любую сервировочную тарелку на дно немного растительного масла вот так вот смазываем и помещаем наш пласт теста и снова вот так вот немного растительного масла и следующий ну и вот так вот все пласты теста я буду складывать друг на друга между слоями смазывая растительным маслом ну вот последний пласт теста я помещаю сверху немного растительного масла и откладываем наши пласты в масле оставляем буквально на 20-30 минут на то время пока мы приготовим начинку наши пласты тесто должны стать мягкими и эластичными ну а теперь я готовлю начинку картошка у меня будет жареным репчатым луком и специями ну а курицу я подготовлю с луком морковью и специями каждая хозяйка по-своему готовит начинки я приготовлю два вида начинки и покажу что мы делаем дальше мы заканчиваем с первой начинкой помяливая отварную картофель довели до прозрачности репчатый лук сюда же добавляем специи специи добавляем по вкусу и по желанию у меня черный перец красная паприка и соль все это хорошо перемешаю наша первая начинка готова ну а теперь перейдем ко второй начинке ну а для второй начинки пока наш репчатый лук доводим до прозрачности мы должны будем мясо курицы или нарезать на мелкие кубики или просто разобрать на волокна вот так мы отделили филейную часть курицы от костей и можно нарезать мелкими кубиками а можно вот прям руками вот так вот мясо разобрать на волокна мы протушили репчатый лук мелко тертой морковью а теперь сюда я добавляю мясо курицы должна буду обязательно все это посолить поперчить можно добавить паприку и сушеную зелень вы можете добавить любую прятость у меня семья ну а теперь на плите еще одну две минуты и наша вторая начинка тоже готова я достаю тесто и мы начинаем формовать наш пирог вот наше тесто уже отдохнуло ну вот оставили мы в масле наши пласты тесто они стали очень эластичными вот смотрите какие они вот как они тянутся а теперь немного масла я поливаю на стол беру каждый слой теста и начинаю вытягивать тонкостям вытяжного теста относится то что во первых тесто должно получиться мягким ни в коем случае не крутое оставляем его в масле и чем больше тем лучше ну и затем тесто становится очень эластичным его можно вытягивать вот в такую вот тонкую паутинку и складываем эту лепешку в слоеный прямоугольник вот такой слоеный прямоугольник мы будем складывать все наши слои теста и снова сначала руками а затем от центра края вытягиваем тесто очень тонко ну вот последний пласт теста я складываю сначала складываем снизу затем сверху после чего складываем с одной стороны и с другой стороны ну вот такие шесть прямоугольные заготовки у нас получили на теперь мы начинаем собирать пирог берем последний самый большой пласт теста вытянули его вот в такую вот круглую паутинку ну а теперь первую прямоугольную слоеную заготовку мы поместили в центр картофельную начинку распределяем равномерно по всей поверхности нашего прямоугольного пласта ну вот так вот равномерно распределяем это пирог можно готовить с любой начинкой можно готовить с творогом и сыром можно готовить с курицей грибами сегодня у нас картошка и курицы очень вкусно получается с мясным фаршем ну а теперь мы сверху помещаем нашу вторую заготовку ну а теперь равномерно распределим вторую начинку ну я вот прям так руками вы можете ложкой и снова покрываем нашей заготовкой и вот так чередуя картофельную и куриную начинку мы собираем весь пирог немного вот так вот я надавливаю и снова выкладываем начинку последняя заготовка я покрываю картофельную начинку и выкладываем оставшуюся куриную начинку вот так вот равномерно распределяем и закрываем наш пирог ну а теперь пласт что у основания я разделю на 6 частей делаю вот такие вот надрезы сверху снизу и вот так вот по бокам ну а теперь начинаем покрывать весь наш пирог сначала сверху затем снизу вот так вот до конца тесто настолько эластичное что ее вытягивая можно хорошо закрыть пирог ну и последним вот так вот я закрываю ну вот такой вот пирог у нас получился а теперь я надавливая сохраняя прямоугольную форму ну а теперь полученный пирог я переношу на большой против ну вот так выглядит пирог после того как мы его поместили на противень а теперь берем один желток который можно смешать с одной столовой ложкой воды или молока и смазываем верх нашего пирога ну вот так закончила смазывать желтком наш пирог отправляем духовку при температуре 180 градусов на 30 35 у некоторых может быть 40 минут ориентируйтесь по своей духовке изначально этот пирог не может получится мягким он получается слоистым и хрустящим после чего мы оставим под салфеткой до полного остывания и он становится очень мягким и очень вкусно ну а теперь я отправляю в духовку и после чего я покажу что у меня получилось вот посмотрите какой красивый пирог у нас получится вот такой вот он слоистый вот наверное весь заметный слои и он очень очень хрустящий сейчас он пока горячий я оставляю под салфеткой буквально на 15-20 минут до того как он остынет и он станет очень мягким супер вкусным такой пирог вы наверное еще никогда не готовили я надеюсь вам понравится наш сегодняшний рецепт вы будете готовить вместе с нами подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии звоните в колокольчик делитесь соц сетях всегда ваша всегда с вами домашняя кулинария пока